В этой неделе исполнилось 70 лет с того дня, как была дотла сожжена белорусская деревня Хатынь. Сожжена вместе с жителями. Но только сравнительно недавно стали проявляться детали той страшной трагедии, которую во имя политкорректности власти просто засекретили. Что же скрывали от нескольких поколений, выяснила Анастасия Мартынова. Поминальным звоном Хатынь встречает тех, кто пришел почтить память погибших. 149 человек были заживо сожжены здесь, в деревне Хатынь, 22 марта 1943 года. В память о всех белорусах, погибших в Великой Отечественной войне, построен этот мемориальный комплекс. В его центре фигура Иосифа Каминского, единственного взрослого, который случайно остался в живых. Он на руках вынес пепелище своего сына. Мальчишка, вся кожа которого сгорела, умер на руках у отца. По воспоминаниям белорусского мальчика, еще одного свидетеля той нацистской карательной акции, снят один из самых страшных фильмов о войне. В деревне Засуви Хатынский сценарий был приведен в исполнение спустя два месяца. Ванда Шепелевич – одна из выживших после тех событий. 25 мая 1943 года она осталась сиротой. Из троих детей в семье Шепелевич Ванда старше. В 43-м ей было 13. В середине мая немецкие солдаты остановились в их селе. Причувствуя беду, родители отправили детей ночевать на сеновал. На следующий день в селе живых не осталось. Дома сожжены, жители убиты. Четверо выживших детей хоронили своих родителей и односельчан. Надо было собирать косточки. Батьков же попалили. Косточки надо было собирать, удумав его класть и везти на кладбище хоронить. Кровавый след в Беларуси оставил батальон Дерлевангера – спецбатальон из уголовников, созданный по распоряжению Гитлера для борьбы с партизанами. Это правда, но не вся. О том, что в Хатыни белорусов убивали братья-славяне, долгие годы тщательно скрывалось. Там был 118-й украинский шуцманшавт батальон. И в его состав входили, во-первых, представители так называемого Буковинского куреня, националистической организации, которая была создана, организация украинских националистов Мельника. И, во-вторых, на формирование 118-го батальона направлялись бывшие военнопленные украинского происхождения, которых немцы набирали в лагерях. Расправой над мирными жителями Хатыни руководил начальник штаба 118-го полицейского батальона Григорий Васюра, бывший старший лейтенант Красной армии, попавший в плен и добровольно перешедший на сторону врага. Когда украинским КГБ был найден один из главных преступников Васюра, процесс сделали закрытым. Потому что фактически получалось, что в самой знаменитой деревне, уничтоженной нацистами, деревне, которая стала символом нацистского геноцида на территории Белоруссии, белорусов убивали украинцы. В 1987-м 72-летнего Григория Васюру расстреляли. Казалось, возмездие совершено, однако в Канаде найден один из 10 самых разыскиваемых нацистских преступников – Владимир Катрюк. Послушайте, что я скажу, без комментариев. Канадские журналисты обнаружили 91-летнего Катрюка в 100 километрах от Монреаля. Скромный гражданин Канады разводит пчел и отрицает свое кровавое прошлое. Он был членом 118-го шутсмандшафт батальона, он был пулеметчиком, и по показаниям свидетелей он непосредственно участвовал в сборе жителей деревни и стрелял по горящему сараю, когда люди пытались выбраться. Сейчас он проживает в Канаде. На родине, в городе Черновцы, ему присвоили статус почетного гражданина. А тому самому 118-му Буковинскому куреню, который жег белорусские деревни, поставлен памятник. Но к монументу в Хатыни в память о тех, кого жгли украинские националисты, приехали тысячи людей. От нахлынувших эмоций даже молодым требовалась помощь врача. Анастасия Мартынова, Александр Иванюк, Юрий Лебедев. В центре событий Республика Беларусь.